Всем привет, друзья! Вы на канале LexGame и в этом видеоролике мы с вами поговорим про восьмой сезон. Наконец-то, друзья, восьмой сезон вышел. Ура! 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 Ну что, друзья, наконец-то все мы дождались его. Очень долго его ждали. Разработчики откладывали его, переносили. Не понимаю зачем, как, почему, что с этим делать. Ну что, друзья, давайте сегодня в общих красках поговорим про восьмой сезон. Что здесь добавили, чего не добавили, чего бы я хотел здесь видеть. Также, друзья, у меня есть видеоролик, чего я именно хотел от восьмого сезона видеть. В правом верхнем углу будет ссылочка на него. Переходите, смотрите. Ну что, друзья, давайте начнем. Первое это спутник, то есть восьмой сезон. Как мы сразу заходим. Восьмой сезон называется «Темные воды». Не знаю, почему «Темные воды», из-за чего так разработчики решили. Ну, пусть будет так. Значит, у нас здесь, что мы видим? У нас здесь такая вот красивая дама в шляпе и в пальто. Почему-то здесь дальше ничего не отображается. Непонятно, почему. Ну, наверное, должен здесь мужчина быть. Ну, у меня персонаж, мой девушка. Вот такая вот красивая, прикольная, интересная. Ну что, друзья, я сразу же себе купил спутник плюс, чтобы получать больше плюх, так сказать, от этой игры и от этого батл пасса. В принципе, друзья, кто ко мне заходит на стримы у меня сидит, кто смотрит мои видеоролики, те прекрасно знают и знают до сих пор то, что я в седьмом сезоне практически, ну не практически, а полностью открыл этот весь батл пасс до сотого левела. Ну и потом я просто забросил немножечко игру, потому что, ну, уже было неинтересненько. Вот. Что у нас здесь нового появилось? Ну, в принципе, в принципе, я здесь так мельком проглядел, ну не дошел до сотого, конечно, но так пробежался взглядом, посмотрел, что да как здесь. В принципе, ребята, ничего здесь нового такого не открылось. Ну, ничего такого не то, что не открылось, а разработчики сюда, в принципе, ну ничего такого не добавили, чтобы прям что-то прям вау-вау-вау меня так пробежало в голове. Я прям сказал, все, я сутками напролет буду играть в эту игру. Нет. Обычные стандартные плюхи всякие. Бронепластины, денюжки. Вот это вот самая главная штука. Я ее, к сожалению, в седьмом сезоне так и не собрал, хотя говорил то, что я соберу, чтобы у меня не обнулился мой игровой весь процесс. Но, к сожалению, я почему-то не захотел. Ну и, в принципе, я хотел начать новый сезон прям с нуля-с нуля. Вот. Вот это вот индивидуальная сыворотка. Что здесь еще? Ну и ничего такого. Также патрончики, также всякое оружие уже готовое с обвесами. Всякие рюкзачки. Ну и всякие такие приколючки. Ну и еще раз повторю то, что здесь как бы ничего такого нового сюда не завезли. Ничего не добавили. Все обычное, базовое, стандартное, как бывает у нас в батл пассе. Так, ну что, друзья, давайте перейдем дальше. Следующий момент. Это у нас появились новые, так сказать, прикольные штуки. Это у нас фабрика красок. Ребята, к сожалению, я полностью так и не разобрался, для чего она нужна. Но приблизительно я понимаю, для чего. То есть, дальше мы с вами сейчас... Я просто вкратце пробегусь по поводу этого. Я так понял, это то, что здесь ты будешь создавать индивидуальные краски. То есть, вот всякие легендарные, вот такие фиолетовые, вот такие вот интересные краски. Чтобы потом было супер-пупер красиво. Насколько я так понял. Ну, друзья, вы сами также можете почитать здесь. Я, к сожалению, не любитель читать. Ну, если так, только мельком глазами пробежать, что здесь да как. Вот. Вы покупаете эти 10 баллончиков за 300 кристалликов. Вот у вас здесь 600 вам дают на стандартную. На, так сказать, на восьмом сезоне мне как бы сразу их выдали. По температуре я здесь тоже ничего не понимаю. То есть, здесь вы можете что-то смешивать, что-то... Короче, здесь надо разбираться, разбираться, разбираться. Ребята, в следующих видеороликах постараюсь разобраться с этим совсем. И уже вам поподробнее об этом, обо всем рассказать. Так что, вот так вот. Такие здесь, наверное, будем разрабатывать какие-то индивидуальные краски. Их применять на оружие, чтобы оружие у нас были красивые. Вот, друзья, следующий момент. Это у нас анализ друзы. Вот такой вот у нас анализ друзы. Здесь, ребята, тоже, к сожалению, я еще так полностью не разобрался. Но я, насколько понимаю, насколько я понимаю... Ну, друзья, если вы уже играли в эту игру... Например, я поиграл на бафе вчера некоторое время. И находил вот эти вот именно друзы. То есть, там стоят вот такие типа бочечки. Вот эти вот бочечки стоят. Ты их активируешь. Что там дальше происходит, я так и не понял. Я не дождался просто этого момента. Вот, ну, насколько я понимаю, насколько я сообразил или что-то я не понимаю. Вот. Здесь вам надо... Точнее, если вы их активировали, если вы что-то там собрали, вот эти вот кристаллы, то вы их можете обменять на именно какое-то оружие. То есть, вместе с бафом каким-то там, я не знаю, тяжелое ранение или быстрота ног или что-то типа такого. Также здесь в снаряжениях какие-то бафы тоже появляются. Я так до сих пор и не понял, потому что я активировал его. Но, ну, так и не дождался, вот вам говорю. То есть, здесь именно вот это за кристаллы. Вы будете получать какие-то, так сказать, легендарные всякие глушители, всякие снаряжения, всякие оружия. Насколько это я понял. Друзья, будем разбираться дальше, смотреть, анализировать. Надеюсь, найдем хоть какой-нибудь один кристаллик и посмотрим, что из этого произойдет. Пока вот именно такая вот информация у меня. Следующий, друзья, момент. Это у нас наш склад. Что, друзья, здесь ребята сделали? Ну, не помню я, так сказать, было ли это в седьмом сезоне. Было ли? То есть, у вас есть вот рюкзачок. То есть, вы, когда после катки, успешной катки, вы заходите домой, вас сразу здесь переместить. Ну, я в большинстве случаев никогда не нажимал переместить. Я сразу заходил в убежище. И там уже, что мне надо было продавал из рюкзака, что надо было перемещал сам. Но теперь, друзья, мы можем сделать такую интересную штуку. Я не знаю, была ли она или нет. Еще раз повторю. Теперь мы можем просто нажать на очистить, чтобы нам ничего вот с этого, так сказать, когда мы идем уже на следующий рейд, у нас из этого инвентаря ничего не пропадало. А именно пропадало из рюкзачка. Сразу перемещалось. То есть, мы нажимаем очистить. И у нас это возвращается, не теряя вот этого всего, что у нас здесь есть. Очень интересная, офигенная штукенция. То есть, не надо все сразу перемещать, а именно отдельные, так сказать, манипуляции производить. Вот, друзья. А, еще не... Вот он, друзья. Вот вот эти у нас кристаллы, которые нам нужны, так сказать, для красочек. Будем разбираться еще раз, друзья, повторю. Будем смотреть, мониторить. Еще один, друзья, немаловажный тоже, так сказать, приятный подарок, так сказать, разработчиков. Не знаю, в седьмом сезоне было ли это или не было, потому что я седьмой сезон начинал где-то в середине. Это вот интересная штука. Это внутренняя игровая валюта. Если, ребята, вы только начали в эту игру играть, вы, наверное, скорее всего, не получали этого. А я, так как выиграл в середине седьмого сезона, я получил вот эту внутриигровую валюту, то есть, которую ты покупаешь за свои кровные деньги. Так сказать, вот за это золотой слиток. Мне, ребята, разработчики, так сказать, в районе что-то тысячи золотых слитков, ну, типа, какой-то бонус мне пришел, я не знаю. Ну, во многих играх ты такого, так сказать, не увидишь, чтобы тебе игра возвращала внутреннеигровую валюту золотыми вот этими слитками. Очень приятно, очень круто, большой, прям большой респект разработчикам за этот такой подгон. Вот, что здесь у нас еще есть? Я, так сказать, вкратце только проглядел. Вот у нас есть мастер арены. Вот за этот мастер арены, то есть, то есть, то есть, сейчас мы дальше, друзья, поговорим. Ладно, пока сюда не будем возвращаться. Мы сейчас зайдем вот именно вот сюда. А, куда нам зайти? Я забыл, я потерял. Где она? Как ее найти? Как? Что? Зачем? Почему? Нет, это не сюда. Блин, а где она? А как? Ребята, я забыл. Ладно, давайте еще по поводу магазина поговорим. Вот, друзья, опять же, у нас это дама, которая в пальто и в шляпе. То есть, это у нас скин новый с восьмого сезона. Ну, я не знаю, ребята, как по мне, ну, не очень как-то это все смотрится. Ну, я не буду покупать именно вот этот скин. А вот следующий скин, ребята, вот этот уже более интересный скин. Это Melody of Legends. Это у нас в честь дня... Ой, в честь дня рождения, хотел сказать. В честь Нового года в Китае. Очень такой интересный, эпический, так сказать, скин. Офигенно смотрится. Ну, опять же таки, ну, я не люблю вот такие вот именно скины. Ну и, друзья, следующий скин. Это у нас чисто такой зимний, так а-ля вот на сноуборде покататься, оделся и поехал. Следующее. По агентам здесь также ничего не изменилось. Агент у нас те же самые остались. Здесь ничего не добавили по одежде. Ну, также я вам уже сказал, здесь только три доступных новых скина. Больше ничего такого здесь нету. Облики здесь также все без изменений. Ничего такого нового и интересного не произошло. Вот. По событиям здесь все то же самое. Новобранец, если вы только начали играть... Так, друзья, подождите. А где же, а где же, а где же? Так. А-а-а. Так, подождите, ребята, я так... А, вот она, все, вспомнил. Вот она. А, друзья, кто играл в седьмой сезон, Ну, и предыдущие сезоны, те знают то, что у нас здесь было связано с сезонами. То есть мы туда заходили, покупали какие-то интересные, так сказать, штукенцы. И там всякие, я помню, патроны продавали. Всякие рамочки продавали, тому подобное. Теперь у нас здесь магазин называется Радиумы. Вот. Вот он, магазин Радиум. По поводу красок мы уже с вами поговорили. Здесь почему-то еще так же до сих пор не перевели с китайского. Непонятно почему. Но, надеюсь, в дальнейшем будут выходить обновления, патчи. И это поправит. Вот он, друзья, Радиум Арена. Вот это Радиум Арена. Здесь вам нужно получить вот такой вот билет, так сказать, в кино, чтобы открыть именно. Ну, или вы можете сразу купить его за полтора миллиона. Ну, я не буду этого делать. Мы также, друзья, в следующих видеороликах посмотрим, когда я получу именно вот этот билет. А этот билет можно у нас получить именно в спутнике. А в спутнике мы его получим на пятом этапе. Вот мы его получим, применим. И там уже, друзья, мы посмотрим, посмотрим, что из себя представляет вот эта Радиум Арена. Я до сих пор не понимаю, что там нужно делать, для чего она нужна. Будем разбираться, будем смотреть. И дальше играть в эту игру. Ну, что, друзья, вот такой вот, так сказать, Рум Тум у нас получился. С восьмым сезоном. А что еще сюда добавить? Что еще добавить? Ну, друзья, меня немножко огорчило то, что не появилось никакой новой карты. Ну, хотя бы какую-нибудь маленькую, типа, бафа бы добавили. Ну, разработчики именно видят восьмой сезон именно так. Не добавлено ни карт, не добавлено всяких новых, хотя бы пару-троечку оружий. По скинам, по скинам, ну, тоже, я не знаю, немножко меня расстроило то, что так мало добавлено было скинов. Хотелось бы, конечно, побольше видеть чего-то такого нового и интересного. Ну, а так, вот, вот такое вот у нас, ребята, обновление вышло. Обновление и новый сезон в Lost Light. Ребята, пишите в комментариях, как вам восьмой сезон, понравился он вам, не понравился. Оправдал он ваши ожидания или вы ждали чего-то нового, интересного, крутого. Ну, мое мнение такой, вердикт то, что где-то, наверное, 50 на 50 она мне понравилась и не понравилась. То есть, я уже сказал, в плане чего понравилась и в плане чего не понравилась. Так что ж, друзья, пишите в комментариях, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok